В самом же Белом доме готовят масштабные кадровые чистки. Сколько сотрудников планируют уволить и чем они провинились, выяснил Дмитрий Анопченко. От десятков, если не сотен людей в Белом доме теперь избавятся, выяснило авторитетное издание Foreign Policy. Пишет, чистки возглавит новый советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Он якобы публично проговорился о своих планах уволить всех тех сотрудников американского совбеза, которых его предшественник генерал Макмастер набирал. А заодно под этим же предлогом прорядят и весь штат президентской администрации. Критериев для того, чтобы отобрать кандидатов на увольнение в принципе два. Во-первых, это нелояльность к главе государства, то есть уволят тех, кто даже в частном разговоре с коллегами плохо о нем отзывался. Ну а во-вторых, будут решать, это человек Трампа или человек Обамы. То есть при нынешнем или при прошлом президенте сотрудник на работу был принят. Не важно, какой ты сотрудник. Всех тех, кто работал с прошлой администрацией, попросят написать заявление по собственному. Дональд Трамп хочет любой ценой остановить постоянные утечки информации из Белого дома. И те чиновники, которых еще при демократах наняли, как раз под подозрением. Дескать, может они по-прежнему на Обаму работают, выдавая прессе секреты о внутренней кухне новой команды. Уход госсекретаря Тилерсона, теперь вот увольнение генерала Макмастера. Дональд Трамп, словно в своем знаменитом телешоу, где он без колебаний увольнял провинившихся, в реальной жизни тасует кадровую колоду Америки. И если раньше работать в Белом доме это было верхом мечтаний, верхом карьеры, то теперь на освободившееся кресло и квалифицированных сотрудников не найти. Многие просто не хотят оказаться в условиях, когда и их может смести очередная кадровая чистка. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.